С вами Николай Пименко в проекте Дата. Сегодня 2 июля. Международный день спортивного журналиста. В 1924 году в этот день на Всемирном конгрессе в Париже была организована Международная ассоциация спортивной прессы. А спустя 71 год было решено учредить праздник важности профессии спортивного журналиста. Сегодня членами ассоциации являются выходцы более чем из 130 стран, и Россия в их списке не является исключением, хоть и имеет собственную отдельную ассоциацию таких специалистов. У родившихся 1714 год в этот мир приходит немецкий композитор Кристоф Виллибальд Глюк, автор опер Орфея Вредиха, Париса Елена и других. С именем Глюка связана реформа итальянской оперы. «Прежде чем приступить к работе, я стараюсь забыть, что я музыкант», — так говорил сам композитор. 1775 год. День рождения матери великого поэта России Надежды Пушкиной. Светская красавица Петербурга, прекрасная креолка африканских кровей, известная остроумием и твердостью характера. Может, в нее пошел Александр? Именно она просила императора Николая о снисхождении к сыну. Только моя материнская нежность, встревоженная его тяжелым состоянием, позволяет мне надеяться, что Ваше Величество простит мне эту мольбу о благодеянии. 1871 год. День рождения Вильгельма Мирбаха, графа-посла Германии в России. Высокое назначение становится для графа роковым. 6 июля в 14.00 к нему приезжают два чекиста с мандатом Дзержинского — Яков Блюмкин и Николай Андреев. Завязалась беседа? Вдруг Блюмкин воскликнул. Это я вам сейчас покажу. Выхватил из портфеля револьвер, выстрелил в посла, но промахнулся. Мирбах вскочил и побежал в другую комнату. Андреев бросил ему вслед бомбу, но она не взрывается. Тогда Блюмкин схватил ее и вновь швырнул об пол. Взрывом Мирбаха смертельно ранило в голову. Так началось восстание левых эсеров и закончилась жизнь графа Мирбаха. В 1922 году родился Пьер Карден, французский модельер. Свою карьеру он начинал в возрасте 14 лет у портного в качестве подмастерья. Именно там он постигал тайны и нюансы швейного искусства. Работая подмастерьем, он научился разбираться в том, какие бывают ткани и технологии их покроя. В 1946 занимает место ведущего дизайнера, всемирно известного на тот момент дома Диор. Очень быстро его работы находят своего покупателя, а имя таланта становится известным. Работать под чужим началом Пьер уже не хочет. И в 50-х годах создает свою собственную студию, превратившуюся в бренд. События дня. 1790 год. Керченское сражение между русской и турецкой эскадрами близ Керченского пролива. Русская эскадра Ушакова наносит поражение турецкой. 18 кораблей и срывает высадку турецкого десанта в Крыму. 1900 год. Первый полет дирижабля. Это конструкция графа Фердинанда фон Цепелина. Правда, летная жизнь ЛЗ первого была коротка. 17 минут. Именно столько длился полет дирижабля над Боденским озером. А потом воздушный корабль упал в воду из-за поломки руля высоты. Чуть позже появились дирижабли, способные поднимать по 50 пассажиров с багажом. И еще 12 тонн груза и почты. Но все-таки из-за их пожароопасности они так и не смогли закрепиться в небе. А вот Боденское озеро мы с вами сегодня еще вспомним. 1950 год. Первый матч Льва Яшина в чемпионате СССР по футболу. В игре московского «Динамо» со «Спартаком» он выходит на замену прославленному Алексею Хомичу. И почти сразу же пропускает мяч. Матч в итоге закончился в ничью. А спустя несколько дней в игре с тбилисскими одноклубниками в его ворота влетают 4 мяча. Потом на протяжении двух сезонов вратарь не появляется в основном в составе «Динамо». И в 1953 году он фактически вторично дебютировал, чтобы стать не только основным голкипером клуба, но и сборной СССР. Быть названным лучшим вратарем мирового футбола. На чемпионатах мира с 1994-го лучшему вратарю турнира вручается приз имени Льва Яшина. А лауреатами становились, например, бельгийц Придон, француз Бортес и немец Кан. 2 июля 1961 года нобелевский лауреат, автор многих известных произведений и популярных в 60-е годы, Эрнест Хемингуэй покончил с собой. Это уже вторая попытка за последние месяцы. Утром, пока жена спит, писатель проходит в комнату, где хранится оружие. Берет со стойки любимое ружье, вставляет дуло в рот и нажимает оба курка. Он не оставил никакой записки. Младший брат убил себя через 30 лет. А еще позже, день в день, свела счеты с жизнью внучка писателя. Ей был 41 год. Есть даже такое понятие – проклятие семьи Хемингуэй. 1985 год. Андрей Громыко избирается председателем Президиума Верховного Совета СССР. А новым министром иностранных дел становится Эдуард Шуварнадзе. Уже после распада Советского Союза, на юбилее Гейдара Алиева в Баку, Шуварнадзе заявляет, что, будучи членами Политбюро, они оба сознательно разрушали советский режим. Потом Эдуард Амвросевич успеет поработать президентом независимой Грузии. В 2002 год над Боденским озером сталкиваются Ту-Башкирских авиалиний с детьми, летящими на отдых, и почтовый Боинг. Погибает 71 человек, среди них 52 ребенка. Днем ранее астрономы зафиксировали мощный взрыв на Солнце. Самолет Башкирских авиалиний выполнял чартерный рейс из Москвы в Барселону. Большинством пассажиров Ту-154 были дети, которые направлялись в Испанию на отдых. Комитет Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО предоставил им путевки в качестве поощрения за высочайшие достижения в учебе. И еще одно событие. Сегодня Всемирный день НЛО. День уфолога. Может быть потому, что именно 2 июля в 1947 году вечером в 20 милях от городка Россуэлл в штате Нью-Мехико в США терпит аварию инопланетный корабль. Пока, по крайней мере, никто не опровергнул особо и особо не доказал. На месте катастрофы якобы обнаружены трупы маленьких темнокожих человечков, которые американские военные вместе с осколками тарелки якобы прячут в ангаре 18-м. Потом будет много фильмов по этому поводу. Спустя 48 лет неожиданно появится фильм, снятый любительской кинокамерой, показывающий вскрытие инопланетян. В историю уфологии этот загадочный случай войдет как руссуэльский инцидент. Согласно официальной позиции ВВС США, это был метеозон. По словам других свидетелей, речь идет о крупной военной операции, целью которой было воспроизведение инопланетного корабля. Но есть еще владелец ранчо Макбрейзел. Он заявил, что ночью во время грозы услышал сильный раскат и увидел вспышку света. Дом буквально задрожал. Утром он обнаружил пропажу овец, но не может он их найти. Ищет и натыкается на пустырь, засыпанный кусками непонятного вещества, которое очень похоже на фольгу, но с узорами, которые, в свою очередь, похожи на китайские иероглифы. Фермера арестовали, а когда выпустили, он опять заявил на радио, что это не было похоже на метеозонд, которые неоднократно падали возле его ранчо. Так что, может, они уже давно прилетели. С вами был Николай Пименко в проекте Дата.